Перед началом видео хочу поблагодарить новых подписчиков, чтобы оказаться вот в этом вот списке, просто поставь плюсик под первый закрепленный комментарий, подпишись на канал и не забудь обязательно нажать колокольчик, чтобы оставаться в курсе моих новых роликов. А теперь поехали дальше. Сегодня я хочу попробовать сравнить абсолютно несравнимое. Я хочу посмотреть на два смартфона из разных абсолютно ценовых категорий эшелонов. Это iPhone 11 Pro Max и Xiaomi Mi 9 Lite. Сравнение абсолютно смешное, потому что по сути кожаный оригинальный чехол для iPhone 11 Pro Max стоит столько же, сколько стоит Xiaomi Mi 9 Lite. И это просто разрывает мне голову, я не понимаю как такое возможно. Давайте пойдем по порядку и поговорим о корпусах этих двух смартфонов. Возможно там действительно есть какое-то кардинальное отличие и стоимость iPhone 11 Pro может быть действительно оправданной и он стоит свой 115к. Посмотрим. Итак, с задней стороны у нас у обоих смартфонов настоящее стекло, на Xiaomi это никакой не пластик, это стекло, то есть тут не пожмотились. Здесь же у нас металл, но есть небольшое отличие. Тут у нас хирургическая сталь, здесь же матовый, полуглянцевый точнее, алюминий, который будет чуть мягче, но при этом выглядит, согласитесь, ну не хуже. Не хуже, как по мне, даже полуматовая такая поверхность выглядит лучше, потому что на ней меньше собирается грязи и отпечатков. С фронтальной панели нас встречают безрамочные экраны и о боже, о ужас, это два OLED экрана, которые у нас выполнены по той же самой технологии. Да, конечно, экран в iPhone 11 будет получше, чего уж там греха таить, но при этом как технология изготовления, так и разрешение будет плюс-минус одинаковое, потому что здесь у нас Full HD Plus матрица и здесь у нас также Full HD Plus матрица. Поэтому, ну, как-то так. Экран что здесь, что здесь OLED, и вот если многие сетуют на то, что якобы в iPhone вот очень дорогой экран, ну, наверное, это так и есть, но в Xiaomi тоже тогда экран, как по мне, очень даже неплох. Показывает цвета, по крайней мере, мне он довольно не слабый и не хило, мне нравится, как он отображает цвета, и фотографии смотреться вот этого смартфона у меня не вызывает никакого негатива. Безусловно, в Xiaomi есть минус, и этот минус это его софт. Софт мне не нравится, я вообще не очень сильно хорошо отношусь к Android смартфонам, мне больше нравятся смартфоны на iOS, я думаю, вы уже многие поняли это, поэтому я даю предпочтение iPhone, но при этом, но при этом, я не понимаю, как такое случилось, почему Xiaomi стоит там 15-16 тысяч, когда это стоит 115 тысяч, это просто нонсенс. Давайте поговорим дальше, о периферии, о разъемах, здесь у нас у обоих гаджетов отсутствует 3.5 джек, ну и бог с ним, здесь же у нас Lightning, здесь у нас более новомодные Type-C, которые сейчас везде пихают, и это тоже можно записать в плюс к смартфону Xiaomi. Теперь давайте поговорим о наборе камер, это тоже довольно интересно, и вот для обычного обывателя три глазка, что там, что тут, но при этом они, конечно, отличаются. Камеры в iPhone 11 более крутые, более дорогие, но не на бумаге, к примеру, здесь у нас основной модуль на 12 пикселей, здесь же у нас модуль на 48 мегапикселей, тут у нас есть ультраширик, здесь тоже есть ультраширик, но вот эта вот камера третья, которая в iPhone является телеобъективом, здесь же это просто, по сути, 2-мегапиксельная херня, которую сюда запихали, как мне кажется, только для того, чтобы здесь было именно три камеры. По качеству съемки, безусловно, мне больше нравится iPhone 11 Pro, но при этом стоит отдать должное, я вполне бы мог пользоваться Xiaomi, фотографировать на него, и получались бы довольно интересные снимки. Одно лишь большое отличие, iPhone относится к таким смартфонам, которые, по сути, ну, для тех, кто вообще не хочет запариваться, достал, сфоткал и забыл, то есть вот давайте посмотрим на снимок, ну, получается, в принципе, ну, нормальный результат, чего уж там. И давайте попробуем запилить что-то похожее на Xiaomi, открываем камеру и фоткаем, и так, он у нас вот как раз, по-моему, ошибся с фокусом, то есть тут уже немножко побольше будет проблем, ну, вот, небольшие подлагивания в интерфейсе, ну, это нормально, это Android, вот, и, в принципе, качество снимков нормальное выходит, то есть, ну, терпимо и все хорошо, 48 пикселей все-таки. По ощущению, в руке, как ни странно, выигрывает однозначно Xiaomi, потому что он тоньше, он легче, и приятнее его просто-напросто держать в руках, этот же такой тяжелый, ну, и когда ты знаешь, что вот этот вот смартфон стоит, как машина, немножко грустно, опять же, становится. Конечно же, я не глупый человек, я прекрасно понимаю, что 11 Pro лучше будет и по производительности, и по камерам, и по качеству материала, и по узнаваемости бренда, и по операционной системе, по всему. Ну, как по мне, я просто не понимаю, почему он такой дорогой, то есть, 115к, ну, или ладно, давайте про базу, в базе он стоит соточку, и как, я, ладно, ладно, возможно, да, возможно, айфоны, они стоят своих денег, да, там, компания старается, впихивает туда лучшее из лучших, но тогда у меня назревает вопрос, ребята, каким образом компания Xiaomi умудряется делать вот такие замечательные устройства, так дешево, понимаете? Ну, это очень дешево, реально, ну, 16 тысяч, там, 15 тысяч, три камеры, безрамочный OLED-экран, сканер отпечатка прямо в экране, кстати, у Apple этого нету, то есть, тут прямо в экране отпечаток можно сканировать, безрамочный, тонкий, NFC есть, батарейка хорошо держит, процессор неплохой, то есть, ну, все здесь неплохо. Как? Как у Xiaomi получается делать так дешево? На чем они экономят? Вот, наверное, на разработке софта, наверное, еще на каких-то мелочах, но, в общем-то, если у вас, ребята, есть, там, плюс-минус 15 тысяч, я крайне советую купить именно Mi 9 Lite, потому что, ну, смартфон, как по мне, бомбический за свои деньги, и на всякий случай я размещу ссылку на покупку этого гаджета под видео, потому что, ну, мало ли, кому-то он понравился. Вот, но советовать iPhone 11 Pro я не буду, не потому, что он дерьмо, не потому, что он хуже, а потому, что просто-напросто тот человек, у которого есть деньги на 11 Pro, он уже не будет думать, не будет сомневаться, он просто пойдет его и купит. Ну, какие еще конкуренты тут могут быть? Да, кто-то скажет, есть там Galaxy, но я к Galaxy вообще отношусь скептически, попользовался, знаете, и хватит. Вот, по поводу сравнения двух этих гаджетов, да, оно некорректное, но давайте по чесноку. Основные все функции, что выполняет iPhone 11 Pro мы можем сделать и здесь, и позвонить, и написать сообщение, и зайти в браузер, и написать в соцсетях, и сфотить, и снять видос. Кстати, прошлый видос о сравнении iPhone 11 Pro и iPhone 11 я снимал именно на этот Xiaomi. Если кому интересно будет, загляните на канал, посмотрите, потому что, ну, действительно, как вам, оцените качество. Я обычно всегда снимаю на 11 Pro, либо 11, а тут я решил записать видос на Xiaomi, и, как по мне, получилось очень даже неплохо. Вот такой вот небольшой ролик получился, тут чисто мои мысли по поводу вот этих двух смартфонов, я больше даже, можно сказать, недоумеваю, почему вообще такое происходит, откуда берутся такие ценники. Вот, ребят, в общем-то, это все, что я хотел сказать. Не забывайте подписываться на мой канал, там вот под роликом есть такая красная кнопочка, нажми на нее, чтобы она стала серой, и мир станет точно немножко лучше. На канале еще будет выходить очень много различных видосов, и я обещаю, что они понравятся тебе. Всем хорошего дня, хорошего настроения, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok